Ну вот, здравствуйте. Начинаем движение в сторону Новосибирска. Второй день пути. Несколько коротких раз в полом месте ночевки. Хорошее место, мне понравилось, спокойно, хорошая кухня. Тарковка, туалет бесплатно, охрана, очень много автомобилей останавливается как маленькие машинки, так и большие. Перестраиваю навигатор. Новосибирска. Так. Время старта 155. 155, 5 часов движения. Это 7,55. Надо заменить карту памяти на видеорегистраторе. Так. Температура на улице минус полтора. Вчера средний расход топлива составил 4,9 литра на 100 км. Считаю, что очень хороший показатель для автомобиля. Шкода Фабио. Механическая коробка передач. Базовая комплектация. Проблемная. Проблемная. Заднее правое колесо. Грыжа. И, как сказала хозяйка машины, колесо спускается. Вот, слава Богу, проехал вчера весь день. Эта проблема себя не проехала. Правца 753. Двигаемся в сторону Новосибирска. Здесь не совсем понятно. На маркировке трассы дорожные указатели говорят, что М-53. На навигаторе показывает, что это трасса теперь Р-255А-6. Честно говоря, не знаю, почему такая вот звезда. Не понятно. По карте тоже указано, что М-53. Навигатор показывает то, что я уже озвучил. Не знаю, что будет на видеорегистраторе. Продолжение следует. Продолжение следует... Погода пасмурная, видимость хорошая, полотно дороги сухое, обочина обманчивая, вроде бы широкая, с другой стороны под снегом идет сильный провал, то есть там не так все. Сглазка, как может показаться. Уже неоднократно в этом убеждался, видя, как большие машины, нечаянно обочину, переворачивались. В этом он должен быть предельно аккуратным, сезжая на обочину. В предыдущих комментариях я говорил, что на навигаторе не выставляют сразу весь путь. Для оперативной работы, для более быстрой работы процессора, навигатора, доставляю участки тысячи-полторы километров. Для оперативной работы, чтобы процессор, чтобы информация была приемлемая. У меня стоит последняя версия Айго-карта 2015 года. Это обновленная карта, но он должен сказать, что даже на этой карте обновления не все отражены. Имея двигатель по трассе, а навигатор показывает, что едешь по полям, по лесам, по рекам. Такая вот фигня. Нужно в основном в большей степени ориентироваться на дорожные знаки. В прошлом году был случай, когда ехал по навигатору. Он меня повел по такой дороге. Крен знает, в конечном итоге пришлось возвращаться вновь на трассу и ехать. Двигаться уже по дорожным указателям. Автомобиль, как вы, наверное, слышите, довольно шумный. Может, резина такая, может, дорожное полотно. Но я думаю, что в большей степени звукоизоляция. Участок от Иркутска до Красноярска за последние два года очень сильно изменился в лучшую сторону. Дорога была, кстати, асфальтированная, но с такими-то... Такое ощущение, как будто двигаешься по улочной мостовой. Сейчас, как мы видим, мото гладкое, ровное, мягкое. То есть дорога приятнела серьезные качественные изменения. Но опять обращаю внимание тех, кто собирается в силу и в дальнюю поездку быть предельно внимательным к обочине. Обочина кажется широкой, но на самом деле там, где снежная часть, может быть резкий обрыв. Движение... 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 Рано утром... Движение... 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 Можно быть предельно, но минимально внимательным Исчет 15 канала малоактивный Движение старенькое, инфунктивность невысокая Плюс ко всему сейчас все дальнобойщики, они на привалок спят Температура возле модели была минус полтора градуса Сейчас на трассе температура минус 12 На трассе температура 7,5 Не очень жарко Ночью несколько раз включал автомобиль Прогревал, поскольку владелец не предупредил, что аккумулятор на автомобиле плохенький Голодный двигатель может не запустить Сам владелец запускал автомобиль при помощи мостера Но там и понятно В Иркутске температура вчера утра была минус 19 Рано утром была минус 19 Только из Иркутска выехал Посмотрел, температура показывала минус, по-моему, 2 градуса Мешками метет подъемка По полосу дороги вроде бы сухое Резина на автомобиле сильная, шипованная Но дорога радует В прошлом году езал Участок был еще в стадии строительства Поэтому обещали пообъясненным временным дорогам Вот теперь встали в эксплуатацию Наконец-то движение на участке стало значительно лучше Встреча на участке Встреча на участке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проехали... Кафе... Стоянку... Называется... На верблюде... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогу сдали DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Славный город Канск. Навигатор хочет потащить меня на подъездную дорогу. Но подъездная дорога Каннска это, я называю, след фашистским оккупантам. Не дай Бог. Поэтому поедем через центр, через город. Поэтому поедем через город. Продолжение следует. Если такие дороги в городе, то можете представить, какая объездная дорога. Объездная вообще никакая. Там, по-моему, два или две раза проезжал. Там, по-моему, два или три раза проезжал. Там, по-моему, два или три раза проезжал. Я моё... Советую приятную сюда заправить. Так, 92-й. 2-й. У вас естьelle. У Продолжение следует... 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 Мост интересно сделали, нет? Тоже лоббитый был. О, блин. Нежный лоббитый. Тоже лоббитый. Типа лоббитый. Типа лоббитый. Типа лоббитый. Да, и мост тоже сделали. Мост тоже сделали. Ну что, молодцы, ребята. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А вот высшие грузы дальнобоя, они пошли вправо в одной. Сейчас на трассе спрошу. В каком она состоянии? Здесь тоже указано, что М-53, хотя этот гаишник сказал, что М-250 метр. Пускали как-то дорогу, просто развалили. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...